Здравствуйте, с вами психолог Александр Матяш. И сегодня мы продолжаем разбор механизмов психологической защиты и их особенностей у нарциссов. Начало разбора можно послушать по ссылке вверху. Следующий механизм, который выделял Фрейд, это механизм замещения. Что он собой представляет? Это происходит в тех случаях, когда мы не можем избавиться от напряжения по причине недоступности его первоисточника. И тогда мы находим такой предмет, который кажется нам доступным, и при этом может собой заменить тот, другой, недоступный для нас предмет для снятия напряжения. Напряжение, которое создано недоступным источником. В замещении есть эмоции, которые мы подавили по отношению к каким-то людям, но не смогли от них избавиться и освободиться. И поскольку мы не смогли от них освободиться, мы выплескиваем их на тех людей, на которых мы можем позволить себе их выплеснуть. То есть осуществляем разрядку агрессии и злости, накопившейся у нас на близких родственников, детей, начальства и так далее. Лучше всего это иллюстрируется картинкой Хирлофа Битструпа «Круг замкнулся» про то, как начальник кричит на подчиненного, тот на своего подчиненного, этот подчиненный на секретаршу, секретарша на собаку, а собака кусает начальника. Можно сказать, что это круговорот злобы. Механизм замещения достаточно токсичный. Он может иметь достаточно токсичные проявления. У людей, не подверженных НРЛ, это замещение может происходить на предметах или на чем-то, что не будет от этого сильно страдать. Например, битье посуды, порча вещей и так далее. Но чем более проявлены нарциссические черты личности, тем ближе это замещение к другим людям. Чистый нарцисс – это, конечно, тот человек, который всю свою злобу вымещает на близких и совершенно беззащитных по этой причине перед ним людей. Надо сказать, что механизм похож на механизм проекции. Только в проекции нарцисс вымещает злобу и непринятие себя на других людей. А в замещении – злобу к недоступным людям на тех, на ком ее можно выместить. Но, как мы знаем, что злоба и обида на других людей – это всегда в конечном счете непринятие себя самого. Механизм настолько токсичен, что про него как раз можно сказать, что он характерен не только для НРЛ, но и для более глубоких и тяжелых психопатологий. Например, замещение является ярко выраженным механизмом психологической защиты, крайне характерным для лиц, страдающих психопатией. Те же самые серийные убийцы. Когда они охотятся на своих жертв, то они вымещают на них злобу, которую они получили когда-то в детстве от обидчиков, родителей и тех, кто причинил им травму, кто причинил им боль, которая в дальнейшем привела к развитию их психопатологии. И, наконец, такой тоже достаточно известный способ психологической защиты, как реактивность или реактивное образование. Что оно из себя представляет? По принципу движения кальмара. Он выплескивает струю воды в сторону, противоположную той, в которую он намеревается двигаться. Также летит и ракета. Отсюда и название механизма. Точно так же в реактивности происходит трансформация. Подобно кальмару, двигающемуся в противоположную от выбрасываемой им струи воды в сторону, в реактивном механизме мы трансформируем мотив, который имеет для нас какой-то травмирующий характер, в свою противоположность. Делаем мы это для того, чтобы как-то с ним справиться и преодолеть его. В здоровом виде можно привести пример мальчишек, которые в школе дергают девчонок закосы. Закосы, конечно, дергают не каждую встречную-поперечную девчонку. Закосу дергают ту девчонку, которая нравится. По какой причине это будет происходить? Естественно, по причине того, что у мальчишек имеется внутренний конфликт. Заключенный в том, что, с одной стороны, им как бы стрёмно признаваться в том, что эта девочка им нравится. А с другой стороны, им очень хочется проявить по отношению к ней какое-то внимание. Между первым и вторым мотивом возникает конфликт, который приводит к такому странному компромиссу, как внимание, но окрашенное в прямо противоположную сторону. Какие-то агрессивные тона и оттенки. У меня был похожий случай в жизни с моими друзьями, у которых был пятилетний на то время сын. Когда я приходил к ним в гости, то приносил какие-то мелкие подарочки. Со временем ребёнок к ним привязался, он ждал моего прихода. «Однако же, каждый раз, когда я заходил, то я видел, как из-за широкой спины его отца высовывалась его довольная личика, и дальше он говорил, «Подумаешь!» Такая как бы обесценивающая фраза. И после этого стримглав вносился в глубину квартиры. Естественно, потом наше общение восстанавливалось и продолжалось, как ни в чём не бывало. Но первой его реакцией была именно реакция реактивного образования. Предназначенная как раз именно для того, чтобы скрыть, что он как-то недопустимо слишком сильно рад моему приходу. У нарцисса это реактивное образование носит до последней крайности токсичную окраску. В нарциссическом исполнении реактивное образование может представлять из себя не что иное, как следование подростковым стереотипам, в рамках которых мальчикам запрещалось проявлять нежность к девочкам. Это проявление подвергалось насмешкам, астракизмам и было угрозой отлучения от группового одобрения. Но нарцисс может чудесным образом сохранить в себе эти подростковые преднастройки и будет сопровождать любовь к партнёру бравадой, достаточно циничным аккомпандементом и комментариями, а по сути запретом на искренние и простые отношения. Таким образом, мы видим, что практически всё токсичное поведение нарцисса является ничем иным, как набором проявления механизмов психологической защиты. Просто эти механизмы защиты в исполнении нарцисса характеризуются большей степенью токсичности, цинизма, более жёсткого отстаивания своей безупречности, готовности приносить в жертву другого человека. Но в основании их лежат всё те же механизмы психологической защиты. Можно сказать, что механизмы психологической защиты в принципе есть у каждого человека, не только у невротика или нарцисса. Но они есть у каждого человека точно так же, как есть у каждого человека те или иные проявления нарциссических черт. Вопрос только в градации и в переходе определенных рамок, границ, степени дозволенности и уровня патологии. У нарцисса эти степени и уровни в значительной степени гипертрофированы и болезненно аномальны по причине того, что в основании НРЛ лежит законсервированная в своей инфантильности психика. По сути, нарцисс – это так и не выросший в душе ребёнок. Нет, он вырос, конечно, физически, интеллектуально и в плане социальной адаптации. И внешне производит впечатление вполне взрослого человека. Но в плане эмоциональной зрелости, а также в плане эмпатии, способности к сочувствию, к состраданию и децентрализованного взгляда на жизнь, нарцисс как был, так и остался ребёнком. Те, кто иногда ещё возражает на это в духе, как же так можно их сравнивать, ведь дети, дескать, это маленькие ангелочки, я могу отослать книжки Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Там про детскую ангелоподобность уже всё сказано. И точно так же, как в случае с любым невротиком, никакая психотерапия невозможна без компенсации и нормализации функционирования его механизмов защиты. Точно так же и терапия нарциссизма абсолютно невозможна без работы с механизмами психологической защиты нарцисса. Разница с обычным невротиком заключается только в том, что нарцисс изо всех сил старается весь негатив от своей больной и перекошенной психики перекинуть на окружающих людей, по крайней мере на своих партнёров, тогда как невротик отравляет сам себя через механизм чувства вины. Именно по этой причине давление этих механизмов на самого нарцисса бывает достаточно ослаблено и скомпенсировано. По этой причине терапия НРЛ временами бывает затруднена. Просто потому, что нарциссу не хочется себе в этом признаваться. Он не считает это для себя нужным делать. Ему, грубо говоря, и так хорошо. Однако, в тех случаях, когда нарцисс всё-таки находит в себе мужество и силы для того, чтобы сделать шаг вперёд и признаться в том, что у него есть определённые проблемы, это признание в случае с НРЛ является существенным шагом на пути к терапии НРЛ, которое, в принципе, может закончиться, ну если не полным исцелением, то, во всяком случае, очень существенной компенсацией этого расстройства. С вами был психолог Александр Матяш. Всего вам доброго и до следующих встреч.